Кражи никто не отменял из квартиры Амурчан, несут все драгоценности, валюту и бытовую технику. С начала года в Амурской области сотрудники вне ведомственной охраны зафиксировали более тысячи подобных преступлений. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период 2016-го. Но, говорят, расслабляться не стоит, ведь в преддверии самый вороватый сезон – весна. Открывают окна на проветривание, в летний особенно период, и преступники, особенно первые этажи, проникнают беспрепятственно. Если человек не может поставить квартиру под охрану, соответственно, может быть, как-то соседей своих надо будет оповестить, что мы там выезжаем в отпуск, вы там приглядываете за нашей квартирой. Также полицейские советуют жителям Преамурья, которые собираются на отдых, не писать о своем отъезде в соцсетях, ведь сейчас проворные грабители за свои жертвы начинают следить еще задолго до совершения преступления. Поэтому лучше им не давать повода, а способов уберечь себя и свое имущество много. То, что установлено человеком, может взломать тот же человек. Здесь преграда – либо установить решетки, нужно дополнительно, либо установить технические средства сигнализации, то есть наши датчики, извещатели на срабатывание, чтобы на ранней стадии преградить злоумышленника. То есть, если собственник закрыл окно, он не стопроцентная гарантия, что преступник не проникнет вовнутрь и не похитит его имущество. Сейчас в Преамурье под охрану своей квартиры и гаражи поставили более 4 тысяч человек, и, как отмечают специалисты вне ведомственной охраны, ни разу не было такого, чтобы преступнику удалось проникнуть в защищенное помещение. Ежесуточно для обеспечения общественного порядка только в областной столице работают 17 патрульных групп. Ростислав Азизов, Максим Шейкин, Первый областной.